Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Булату Завгарову, Шейху или Джастерлинку и Максусу за поддержку на Патреоне. Я уже много раз делал топы сильнейших персонажей, все мы знаем, что это у нас там Тацумаки, Борос, Гару, Сайтама, это очевидно, Кинг над ними всеми, но это видео будет особенным. Это будет самый важный эпохальный топ по Ван Панчману, топ 10 слабейших персонажей. Я знаю, ты уже в предвкушении, так что давай не будем затягивать, поехали. Ну и конечно перед тем, как тебя закидывать в топ, я все-таки объясню, как именно я его составлял и что я имею ввиду под слабейшими персонажами. Естественно, можно было просто взять случайных 10 прохожих где-то с бэкграунда и сказать, что вот они самые слабые персонажи, потому что они ничего не сделали. Но в моих глазах в этом мало интереса, да и это ни о чем не говорит. Куда прикольнее разобрать персонажей, которые что-то показали и показали достаточно много, чтобы мы знали об их силе и чтобы мы понимали, что они действительно очень слабые. Поэтому в этот список я занес только персонажей, просил у которых мы ну хоть что-то знаем и мы хоть как-то можем понять, что они действительно слабейшие. Так что здесь не будет кого-нибудь типа человека хот-дога, который там по идее был заявлен как волчий уровень, но все что он сделал это просто стоял и потом умер от Татсумаки. То есть никак себя не показал и для этого топа не подходит. Все, надеюсь с условностями разобрались, давай теперь к списку. На последнем месте бесправный ездок. Но правда последнее место этого топа это наверное лучшее, что ты можешь занимать, потому что они в обратном порядке получаются. Самый слабый будет на первом, а самый сильный на десятом. Я здесь только упомяну, что это бесправный ездок из манги, потому что в веб-комиксе он у нас там уж демонического уровня ваншотает, но это не считается, ничего не знаю. В манге бесправный ездок показал себя как один из слабейших персонажей. Он абсолютно никого не смог победить и абсолютно всем проиграл. Да, его матчапы были нечестными, но так или иначе он находится в С-классе. Хотя технически он бы мог перейти и в Б-класс и наверное даже там занимать не самое последнее место. Но среди всех персонажей, которые хоть что-то показали, ездок является одним из самых слабых. Без шансов проиграл банде Молотоглава, Морскому Королю, Гарроуд и все знаешь. Ну и очевидно сейчас его роль в арке Ассоциации Монстров это просто завалы разбирать и спасать людей из руин. Не спорю, что ездок классный персонаж и для С-класса он очень сильный, но сам по себе С-класс очень слабый, поэтому вот. И кстати, из того же С-класса следующий у нас Черепаший Супербандаж. Он занимает третье место и тут могут быть споры относительно того сильнее ли он, чем бесправный ездок или слабее. Но по факту он также не смог победить никого особо сильного. С другой стороны, в отличии от ездока он смог завалить несколько монстров волчьего уровня, но он их не убил, а только связал. Что нам показывает, что он их способен победить, но не показывает, что он обладает какой-то высокой пробивной мощью или какой-то особой силой, просто что он довольно ловкий и быстрый. Ну и также то, что он находится в С-ранге, обозначает, что скорее всего кого-нибудь вроде Тигриного уровня он уже победить никак не сможет. И соответственно, в встрече он с теми же персонажами, с которыми встретился бесправный ездок, его результат был бы явно не выше. Поэтому, поскольку он занимает третье место, я его оцениваю чуть пониже, но может быть он сильнее, мы не знаем. Такова уж выходит проблема составления списка самых слабых персонажей. Ну и после него, ни за что не поверишь, Пойзон снова герой С-класса, но на этот раз очень низкого 300-го места. Правда, скорее всего это из-за того, что он только вступил, потому что он уже способен побеждать монстров, по крайней мере, в волчьего уровня без особых проблем. Но почему я ставлю его ниже черепашьего супербандажа, так это потому, что ему нужно время на победу, пока его яд будет действовать. Он орудует маленьким ножиком, который не особо много урона сам по себе может нанести, так что он там никого разрезать толком не сможет, и побеждает по итогу за счет только своего яда и высокой скорости и ловкости. Поэтому, хотя, конечно, 300-е место он определенно не заслуживает, и также, может быть, он довольно высоко мог бы находиться в С-классе, но нам явно дали понять, что, несмотря на его крутой дизайн, он один из самых слабых персонажей. И дальше, наконец, не герой, а монстр, Лизун. Хотя он сдался Кингу без боя, что вполне себе закономерно и всем стоит так поступать, но нам все-таки дали даже конкретную цифру, что 5 взрослых мужиков не могли его удержать. И также мы знаем, что он волчьего уровня. Таким образом, складываем две этих невероятных ачивы и получаем себе весьма слабого персонажа, но который что-то показал. Я считаю, что он находится ниже героев С-класса, потому что оба они сверху показывали, что они легко обгоняют монстров волчьего уровня, и их способности достаточные, на мой взгляд, чтобы Лизуна победить. И каким-то таким вот образом я распределял этот список. Поэтому следующим пойдет, ни за что не поверишь, опять монстр волчьего уровня, Свинка Копилка. Это один из первых монстров, которого мы когда-либо увидели, и он появился еще, когда Сайтама ходил в школу. По крайней мере, Свинка Копилка достаточно сильная, чтобы победить ребенка Сайтаму. Причем прям вдолбить его в стену, так что оно и стены без проблем тоже ломает. Но с другой стороны, оно убегало от полицейского, так что, наверное, оно не очень сильное. И поскольку Свинка Копилка у нас не показала даже того, что показал Лизун, я считаю, что ее стоит поставить пониже. Но еще ниже я оценил Дарка, монстра, который появился в новой Экстре. Нам его уровень, конечно, не называли, но все, что он смог показать, это то, что согнул сковороду. И это как бы не очень сильно, потому что согнуть сковороду, в принципе, люди в реальной жизни могут. И поскольку после этого он вообще ничего не смог сделать, его легко пересилили фанаты Темноблеска, я предполагаю, что он где-то волчьего уровня. И Свинка Копилка у нас хотя бы школьника смогла победить и стенку сломать, Лизун смог одолеть пятерых людей, а вот Дарек смог сковороду согнуть, что, ну, как бы да. И вот, мы переходим в высочайшие тиры слабейших персонажей. На четвертом месте у нас Теленок. Это практически рандомный бэкграундный персонаж из Экстры, но я считаю его за персонажа, потому что у него есть имя, и также он обладает великим статусом помощника преступника А-класса. Собственно, преступник А-класса звучит довольно сильно, он даже смог победить двух героев С-класса вообще изи. Но вот с другой стороны, те же два героя С-класса легко побеждали других его помощников, имена которых нам не называли, и есть у меня ощущение, что Теленок примерно равен им по силе. А также, если судить по всему остальному показанному, он, скорее всего, не намного сильнее обычного человека. И вот так получается, что мы знаем его имя, так что технически это персонаж. Также мы видели, что могут делать другие помощники, то, что их раскидывали герои С-класса. И вот получается, один из самых слабых персонажей, ты уже в нетерпении, наверное, узнать, кто еще слабее, чем он. На третьем месте находится работник Ассоциации Героев Шичи. Да, ты ничего не забыл, он нигде в сюжете ни с кем не сражался, но в одной из экстр, где ребенок Император с помощью маски оценивал уровни силы, он посмотрел на Шичи и определил, что тот настолько слабый, что его сила даже не отображается. К примеру, у обычного человека работника Ассоциации сила была 22, а у Шичи даже не отображается. Вот это я понимаю уровень слабости, точно достойно третьего места. Но на втором месте Ваганма. Один из самых ненавидимых персонажей изначально, который в перерисовке получил немного изменения в характере, из-за этого теперь его невозможно нормально ненавидеть. Он у нас тоже ни с кем технически не сражался, но по всему показанному мы можем судить, что он обычный ребенок. И судить мы это можем, потому что он оказывался в многих опасных ситуациях и никогда ничего в них не мог сделать. Ни сбежать, ни как-то отбиваться. И да, тут, конечно, можно сказать, что это все не считается, он же ни с кем прям PvP не устраивал, и нам даже никаких уровней силы его не показывали. Но, на мой взгляд, считается. И также я поставил его ниже Шичи, потому что у Шичи больше массы, он сам по себе больше в размерах, у него там, знаешь, опыт. А какой-то трусливый пацан, это все-таки пацан. Но вот, наконец, мы дошли до легендарного, достойнейшего первого места среди слабейших персонажей Ван Панчмана. И здесь у нас Человек-Птенец. Это то, что произошло с Человеком-Фениксом после того, как его победили. Официально его уровень заявлен как ниже Волчьего, ничего такого никогда больше не происходило. И он настолько слаб, что даже Ваганма превосходит его в силе. Именно поэтому мы можем определить Человека-Птенца на первое место. Ну да, это больше рофельный топ, конечно, тут все несерьезно. Я могу относительно всех не их ошибаться, и вообще никто, по-моему, не говорил про самых слабых персонажей никогда. У тебя может возникнуть вопрос, почему я не упомянул тех героев, которые сражались против коров, ну там, в той экстре, из которой четвертое место. Технически их бы можно было поставить куда-нибудь в районе Дарка, но мне не понравилось это технически, и как-то они бы занимали целых два места. Все, что мы знаем, это то, что они слабее преступника А-класса и сильнее, наверное, обычных людей. Мне просто не захотелось их упоминать, по-моему, так списочек интереснее получается. Также я сейчас быстренько пройдусь по персонажам, о которых у тебя могут возникнуть вопросы, почему их тут нету. Для начала это одна клетка черноспермия, хотя нам в вебке говорили, что она по силе примерно как обычный ребенок, но в манге бомж императора сказал, что одна клетка ЧАЭСа по силе как герой А-класса. И хотя я думаю, что она ошибается, но нам просто нигде не показали и ничего не сказали ни про какую одну клетку черноспермия. Ну и поскольку этот список по манге, я думаю, что упоминать ее здесь было бы бессмысленно. Также я не стал говорить про Чаранка, потому что он ничего не показал. Он никого не смог победить и ни с кем даже толком не сражался. Он единственное, что сделал, это проиграл Гару. И это настолько мало говорит о нем, как о персонаже, что даже меньше, чем о бесправном ездоке. Также я не стал упоминать здесь Тарео, потому что Тарео далеко не слабый персонаж, он вообще один из сильнейших по сути. Во всяком случае, чистая скорость Тарео настолько быстрая, что я думаю, он обгонит Соника через несколько лет. Тарео уже сейчас смог бежать на одной скорости с Гару. Затем смог убегать от Черноспермия. Настолько, что тот аж взбесился, что не может его догнать. И потом несколько километров бегал с Кингом и даже не запыхался. Это, очевидно, все шутки и геги Ван Панчмана, но я не могу оценить его особо низко. Он бежал от Черноспермия, настолько, что тот задолбался за ним бегать от монстра, высокого, драконьего, может, дракона, плюс уровня. Тарео у нас уже по силе выше, чем герои А-класса, окей? Ну и также я знаю, что хейтеры Кинга будут говорить, что он должен быть в этом топе, ведь он физически один из слабейших, иди нафиг. Бусти я свое все еще не открыл, мне пришлось очень резко заканчивать делать этот видос, потому что глава вышла раньше, чем я думал. Короче, у меня времени не хватило. Думаю, на следующей неделе я уже с этим разберусь. А сейчас пока снова спасибо Александру Моисику, Королу-1, Виктору Волкову, Куриному Фляйшу, Жирной Жопе Хмеля, Робин Касту и Доброму Небожителю. Также большая благодарочка всем патронам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь на Ютубе. Ну и ты чуешь ветер, если ты хочешь меня поддержать, подожди пока я сознам бусть, пока не парься, не напрягайся, можешь мне донатить на стримы вместо этого. А вещал для тебя Дигл, пока. Субтитры сделал DimaTorzok